Только ветер, солнце и вода. Розовую крымскую соль на озере Сосык-Сиваш выпаривают естественным образом более двух тысяч лет. Она была известна уже древним грекам, ее подавали к столу турецким султанам и российским императорам. Но сегодня уникальный солепромысел под угрозой гибели из-за введения экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма. Когда мы были при Украине, тогда да, покупали очень много соли и соляные кирпичи мы прессуем, делаем для соляных комнат. И в Польшу, и в Америку отправляли, там же их и делали эти кирпичи. Сейчас это что-то почему-то заглохло, я не знаю, но можно наладиться со временем. Пищевая соль, техническая для обработки тротуаров, зимой косметическая для СПА-процедур. До 2014 года крымское богатство закупали Австрия, Германия, Молдавия и Финляндия. Особенно в цене розовый цвет, которым кристаллы обязаны богатой бета-каротином водоросли и запах фиалок, утверждает технолог Юрий Литвинов. Сегодня основные объемы продукции идут на российские прилавки. Вместо пяти солепромыслов на территории Крыма остался один.